Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами про Макдональдс. Это очень любопытно. Вы увидите красивую природу и полезную информацию, которую сможете сегодня применить. Всем привет! Мы на самом деле в Макдональдсе. И сегодня будет несколько интересных фактов именно про Макдональдс, потому что это сеть на втором месте в мире по объему продаж, по количеству людей, которые в ней работают. На первом месте Subway, Макдональдс на втором месте. В Макдональдсе работает 1 миллион 800 тысяч человек, и это действительно серьезный результат. Но что интересно для нас с вами, Макдональдс в 2015 году начал использовать мобильное приложение. И в то время как такие сети, как Ростикс и многие другие сети, во всяком случае по данным, которые публикуются в интернете, их товарообороты в 2015-2016 году начали падать. Макдональдс – это единственная сеть, которая не то чтобы удержала, она вырастила обороты. Что же они сделали? Они сделали очень интересный момент. Они сделали мобильное приложение, через которое вы заранее, до вашего приезда в сам ресторан, можете оплатить продукцию. И когда вы приезжаете, ваш заказ уже готов, и можете его уже просто готовы забрать, назвав номер, показав купон вашего оплаченного заказа. Это интересно, это удобно, это ново. В идее это было очень необычно, но это прижилось, и это начали использовать. И вот за счет этой новизны, за счет того, что Макдональдс – одна из первых сетей, которая это применила, именно вот питание, быстрое питание, потому что Starbucks был все-таки первый такой ресторан, который это начал активно использовать. И что любопытно, что для любого ресторана, для любого бизнеса сейчас важно начать заводить диалог заново со своим клиентом, потому что во всех абсолютно бизнесах регулярно появляются новые услуги, во всех абсолютно бизнесах появляются новые сервисы, новый взгляд, новое качество. И когда у вас есть возможность об этом оповестить своих клиентов, дать им понимание, что вы по-новому делаете, преподносите свою услугу и делаете совершенно новый сервис, это позволяет вам удержать клиента, привлечь новых, усилить сарафанное радио. Спасибо за субтитры! Сейчас на самом деле многие бизнесы, они страдают от того, что клиенты про них забывают, и нужно как-то склиниться в их пространстве. Звонки надоедают, смски, e-mail тоже самое, соцсети не читаются. Мобильное приложение может помочь вам по-новому войти в это информационное поле клиента. Это очень важно сейчас, потому что соцсети и все инструменты, которые мы использовали раньше, сейчас работают совсем по-другому, и не всегда они в принципе работают так, как раньше. И мобильное приложение как раз может помочь вам с каждым вашим клиентом начать вести диалог заново. И вполне вероятно, что когда вы начнете с ним вести диалог, скажете, что у вас есть приложение, покажете, какие новые сервисы у вас есть, и спросите, почему был такой длинный промежуток, почему у вас клиент давно чего-то не покупал, то вполне вероятно это вызовет как раз приток новых заказов, новых сделок, и это позволит вам увеличить профиль. Фактически мобильное приложение делится на два типа. Это приложение Визитка, в котором вы можете познакомить человека со своим бизнесом, полностью с ним пообщаться, он может оставить заявку, может записаться к вам на прием, он может высказать свой отзыв, вы можете дать быструю обратную связь, реагировать на какую-то стрессовую ситуацию. Через приложение вы можете соединить это с медийностью, со всеми своими социальными сетями. Это и LinkedIn, и Twitter, и Ask, и ВКонтакте, и Facebook, то есть любая соцсеть, которую вы хотели бы соединить. Через приложение Визитка вы также можете сделать и 3D-тур, и очень много разного функционала, который, ну так вот, видео просто не расскажешь. И приложение Магазин принципиально другая позиция, когда вы можете дистанционно клиент может вам оплатить. Но может быть и другая ситуация, например, вы оказываете какие-то услуги на дому, или вы продаете какой-то хинмет, например, да, человек к вам приходит, и он может карточкой оплатить через мобильное приложение. Это очень удобно. И сейчас многие, они перестают пользоваться наличными и уходят в цифровой мир. Сейчас даже на телефонах появляется куча приложений, банковских приложений, которыми можно оплачивать те или иные услуги. И сейчас это реально, что мы с вами живем в таком цифровом мире. Поэтому, если вы решили, что вам нужно мобильное приложение, или вы знаете того человека, которому нужно мобильное приложение для его бизнеса, обязательно поделитесь этим видео, пусть он услышит эту информацию, потому что на самом деле сейчас этот рынок только начинается. И вы можете быть первым в своей нише, в своем городе, в своей стране, а может быть в целом мире. Всего вам хорошего, больших прибыли!